Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами прочитаем фрагмент 14-й главы Евангелия от Луки. В этой главе содержится притча, рассказанная нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом, притча о званных на вечерю. На самом деле это одна из самых содержательных, глубоких притч, которые раскрывают нам сущность церковной жизни, рассказывают нам о том, что такое Церковь Христова. «Человек некий, сотвори вечерю велию и зла многие». Большой торжественный праздничный ужин вечерю устраивает человек. И послал своего раба пригласить званных. Грядите, як уже готова суть вся. И на чашу в купе отрицатися вси. Первой рече ему село купих, молютеся, имей мя отреченно. И другие рече, супруг валовных купих пять, молюте, имей мя отреченно. И другие рече, жену поят, имей мя отреченно. Раб собирает званных на этот ужин, но один приглашенный ссылается на то, что он купил село, имение и не приходит на вечерю. Второй говорит, что он купил целых пять пар валов, должен их посмотреть, не приходит на вечерю. У третьего еще более уважительный предлог. Он женился, взял жену и тоже не сможет прийти на этот званный пир. Тогда господин посылает своего раба уже к другим людям. К нищим, бедным, слепым. Иди на распутия и стогна града. И к этим людям приходит раб. Многие из них соглашаются прийти на вечерю и наполнилась вечеря возлежащими. Вот такая замечательная притча. Конечно же, эта притча, как и многие другие, имеет несколько смыслов. Она имеет исторический смысл, конкретный, и имеет смысл на все времена, на все века. Но прежде всего, эта притча о том, что избранный народ, тот, который хранил богооткровенную религию во времена земной жизни Спасителя, к сожалению, в большинстве своем не откликнулся на призыв Христа и не воспринял его учения. И тогда Христос призвал в свою церковь язычников, вот этих самых людей увечных, нищих, хромых, глухих, увечных в духовном смысле. Они не содержали богооткровенную религию, они были ущербны в своих религиозных взглядах, но они, язычники, во множестве пришли в церковь. И мы знаем, что церковь стала распространяться активно трудами апостолов по территории Римской империи, и многие народы стали христианами, вошли в христианскую церковь. Такой исторический смысл этой притчи, но, конечно же, смысл этой притчи более глубокий. Это притча о всех нас, это притча о людях, которые не приходят в церковь, ссылаясь на свои заботы, на свои проблемы, на свои убеждения. Люди, которые пренебрегают церковью, пренебрегают истинным служением Бога и остаются при своих взглядах, при своих мыслях, при своих делах. Итак, притча о званных на вечерю. Церковь есть сообщество званных людей. Сообщество людей, которые вызваны, извлечены из мира и вовлечены призывом Божиим, вовлечены в церковь. Церковь – это сообщество избранных. Заканчивает Господь свою притчу словами «много званных, но мало избранных». Очень важно помнить эти слова. Мы должны понимать, что на все времена церковь всегда останется группой людей, общиной людей среди всего мира. Никогда нельзя отождествлять церковь с обществом. Это всегда группа, это всегда часть общества, это всегда избранные люди. Люди, привлеченные Духом Святым в силу их какого-то расположения внутреннего в ограду церковную. Из последней книги Священного Писания, из книги Апокалипсиса, мы знаем, что перед концом света совсем небольшая горстка останется вот таких вот избранных людей, людей в полном смысле слова церковных. И как на корабле небольшом они будут в бурных водах Житейского моря путешествовать. Итак, церковь – это избранные люди. Но каким образом осуществляется призвание людей? И что мешает людям прийти в церковь? Наверное, нет в Евангелии другой притчи, в которой бы так ясно содержался этот призыв, миссионерский призыв приходить в церковь, вступать в церковную ограду, становиться людьми верующими, церковными, становиться на путь духовной жизни во Христе, приобщаться к церковным священнодействиям, к церковным таинствам. Да, многое мешает. Обратим внимание, что те, кто не пришел на званую вечерю, привели в свое оправдание более чем извинительные причины. Они не пришли на вечерю для того, чтобы отправиться куда-то совершать грехи, пьянствовать, развратничать, убивать других людей. Нет, они привели благовидные предлоги. Кто-то купил имущество, кто-то женился, но они не пришли. Итак, люди, которым обращено слово Христа Спасителя, придите ко мне. Все труждающиеся, обремененные зачастую приводят свои предлоги, чтобы не приходить. Нет, не существует таких предлогов, убеждает нас Христос Спаситель. Не существует таких предлогов, которые позволили бы человеку пренебречь служением Богу. Если ты говоришь о том, что ты очень грешен, ведешь греховную, страшно греховную жизнь, и поэтому тебе нельзя войти в церковь, оставь эти свои соображения, приходи в церковь, потому что все твои грехи перед бездной, милосердие Божие, как капля перед морским океаном. Если ты говоришь о том, что ты не воспитан был с детства в церковной, в христианской жизни, приходи в церковь, стань первым среди твоих родственников, кто переступил порог церкви, вошел в церковную ограду. Покажи пример своим детям. Если ты говоришь о том, что ты очень занят по работе, по службе, что у тебя нет времени посещать богослужения, так начни с малого. Зайди в церковь хотя бы на пять минут, поставь свечку, утром и вечером прочитай хотя бы несколько молитв, яви Богу благое расположение своей воли, и Бог примет и это твое расположение, как Он принял малую лепту вдовицы, оценит это проявление твоего религиозного чувства и поможет тебе сделать дальнейшие шаги. Ищите прежде Царства Небесного, правды Его, и все остальное вам приложится. Мы говорили в прошлой передаче, какая беда бывает, когда на место служения Богу человек ставит служение своим страстям, служение материальному богатству. Беда бывает и когда человек приходит в церковь для того, чтобы использовать церковные таинства, церковные традиции ради решения своих сиюминутных практических задач. Ну, как часто мы встречаем людей в церкви, у которых один лишь вопрос, какой иконе поставить свечку, чтобы решилась моя проблема, чтобы я подписал успешный договор, чтобы я нашел квартиру, нашел работу, чтобы сдал я хорошо экзамен, чтобы дочка моя успешно вышла замуж. По другому поводу он и не заходит в церковь. Он заходит в церковь только ради этого. Это тоже неправильно. Зайти в церковь нужно прежде всего по зову любви Божией. И человек призван получать радость духовную от пребывания в церкви, как мы получаем радость от пребывания рядом с любимым и близким человеком. Вот есть замечательное изъяснение этой притчи митрополитом Антонием, митрополитом Сурожским, совсем недавно подчившим нашим блестящим миссионером 20-го столетия. Он обращает внимание на то, что люди часто посещают других людей тоже ради решения практических вопросов. И мало кто приходит в гости только для того, чтобы войти в радость другого человека. В притче хозяин приглашает окружающих людей на эту свою вечерю, на этот пир, приглашая их совершенно бескорыстно разделить радость общения с ним, не обещая решить какие-то практические вопросы. И вот мало находится людей, которые входят в радость ради самой радости, ищут духовного ради самого духовного. Нам нужно стремиться именно к такому, к такой церковной жизни. Однажды, я никогда не забуду этого случая, я лежал в больнице, и мне пришлось покрестить, поисповедовать и причастить святых христовых тайн своего соседа, человека, который умирал рядом со мной. Это был отставной офицер, замечательный человек, который прожил содержательную жизнь, служил в разных точках, в тайге, в пустынях, в лесу. Не было у него времени помыслить о вечных вопросах, приобщиться к религии. Служба его протекала в советское безбожное время. И так случилось, что во время своей предсмертной болезни он оказался рядом со мной. Нужно было видеть, с какой радостью он слышал слова о Христе, с какой радостью он попросил, чтобы я покрестил его на смертном адре. Врачи говорили, что ему жить еще несколько месяцев, но после того, как я его покрестил, он умер через два дня. Внезапно стало ему совсем плохо, я успел его только причастить святых христовых тайн. И вот я помню, что когда жить ему оставалось несколько часов, он посмотрел на меня грустно и произнес, а я-то думал, что Бог мне поможет выздороветь после того, как я принял крещение. Конечно, пройдет несколько часов, и его душа бессмертная окажется в иных мирах, и он осознает по-настоящему все то, что произошло с ним в эти последние дни после смерти. Осознает силу святых тайн христовых, которых он причастился за несколько часов. Но все-таки мне было очень обидно, отчасти, обидно мне было слышать эти слова. Я ему проповедовал о духовном, а он Бога воспринимал только как источник средства для того, чтобы поправить свое здоровье. Будем, дорогие братья и сестры, людьми, которые откликнутся на призыв Христа Спасителя. Войдем в церковь, наполним стол за этой званой вечери, войдем в радость своего Господина, нашего Бога, в радость, которая начинается здесь, на земле, но имеет бесконечное продолжение вечности. Субтитры создавал DimaTorzok